здравствуйте уважаемые подписчики нашего канала сейчас мы позвоним андрею слободяну и по просьбе андрея тиртхи переговорим с андреем так как андрей очень просил ему позвонить вот значит под моим видео мне тиртха написал чтобы я срочно позвонил мне многие говорили что сергей не позвонит и как мы видим звонок состоялся и дозвонился до андрея значит после записи этого диалога я андрею сказал что я произведу запись вернее произвел запись вот андрей был против выкладки этой видеозаписи поэтому я ее не буду выкладывать вот только самое начало что я дозвонился андрей взял трубку и начался диалог только вот этот маленький кусочек я выложу все остальное выкладывать не буду по просьбе андрея слободяна он 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 Продолжение следует... 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 То есть, как Андрей говорит о том, что в белом барабане находятся бифилярные катушки. Также мною были заданы вопросы по поводу нагревательного тена, разумительный ответ прозвучал, по поводу шкива ремня и других вопросов. То есть, Андрей полностью охотно идёт на контакт и полностью разъясняет ситуацию, как с его слов это работает. Потому что я в любом случае остаюсь при своём мнении. Оно у меня как было, так и есть. Диалог длился, вопрос-ответ в районе полтора часа. То есть, достаточно длительное время мы пообщались. Поэтому все вопросы были, скажем так, озвучены. Если какие-то вопросы у меня ещё не озвучены, я могу задать Андрею по тому же самому WhatsApp. То есть, Андрей оставил номер телефона. Я думаю, что Андрей не будет против, если под этим видеороликом я оставлю его контакты. Также многих интересует вопрос, а когда же будет нагрузка ваттметр, амперметр и вольтметр. Со слов Андрея, значит, все эти измерения будут произведены в ближайшее время. Видео будет записано. И, скорее всего, Андрей Тиртха выложит все измерения уже по лампочкам с нитью накала и со всеми измерительными процессами. Также у меня под видеороликом были такие комментарии. Сергей, а сколько тебе заплатили денег, чтобы ты снял видео? Вернее, убрал его с YouTube канала. Мне никаких денег не платили, если речь идёт об этом. Андрей Тиртха неоднократно утверждал, что мне заплатили, чтобы я подобный ролик создал. На самом деле это не так. Это даже смешно. Специально для Андрея Тиртхи он так очень хотел услышать, что мне кто-то за подобный видеоматериал платит. И он очень хотел услышать, что мне платят ФСБ, ЦРУ, КГБ и даже зелёные человечки. Андрей, да, мне платят и ФСБ, и КГБ, и ЦРУ, и зелёные человечки. Ты так хотел это услышать, поэтому услышь наконец-то. Ещё раз повторюсь, с Андреем Слободяном мы довольно-таки хорошо пообщались. Никто ни на кого давление не оказывал по поводу удаления видеоролика. По поводу УК РФ это полная чепуха. Всё равно, что журнал «Крокодил» прочитать и озвучить написанное. Следующий интересный факт, подписчики прислали любопытную тематику, это закон против фейков. Вот эта тема действительно интересна. Ссылку посмотрите в описании. Теперь любые фейки, реклама на телевидении, дающие ложную информацию, преследуются по закону. 5 баллов. Рекламщики на телевидении взвоют. Если ещё у кого-то остались какие-либо неозвученные вопросы, пишите под этим видеороликом комментарии. Попытаемся их озвучить и выпустить новое видео. Попытаемся. 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 Продолжение следует...